Здравствуйте, дорогие друзья! Я поздравляю вас с началом нового учебного года. В прошлом учебном году мы с вами встречались несколько раз. Это были вебинары, посвященные организации систематического повторения учебного материала при подготовке школьников к сдаче государственной итоговой аттестации в 9 и единого госэкзамена в 11 классе, а также вебинары, посвященные применению в образовании метода исследовательских проектов. В новом учебном году мы к этим темам вернемся, и для этого есть такие основания. Вышло в августе третье издание, написанное мною совместно с Леонидом Резницким, учебного пособия по решению геометрических задач. Кроме того, готовится к изданию, и скоро выйдет свет, книга, которую я рецензировал, и которая посвящена работе школьников над исследовательскими проектами. Вот о книжке по геометрии я вам сейчас чуть более подробно расскажу, а о методе проектов поговорим позже. Итак, я хочу вам показать книгу «Геометрия. Подготовка к ЕГЭ и ГИА». Учимся решать задачи и повторяем теорию. Это третье издание книги, которое вышло в августе этого года. Оно отличается от двух предыдущих тем, что в нем добавлено большое количество задач, посвященных применению в решении геометрических задач метода координат. Ну а вообще базовые идеи, которые заложены в эту книгу, она принципиально отличается от большинства учебных пособий издательства «Легион» тем, что это не сборник задач, не сборник тестов, а эта книга посвященная тому, как научиться решать геометрические задачи. И об этом мы говорим на нашем вебинаре. Базовые идеи, которые мы закладываем, это такие идеи. Первое. Технологизация решения геометрических задач, применение технологий, которые позволяют ее структурировать и разбить на маленькие этапы, каждый из которых школьнику, в общем, более или менее посилен, каждый из которых можно натренировать. При этом мы обращаем специальное внимание на то, что вовсе мы не отменяем таким технологическим подходом математическое творчество, а просто переводим его на более высокий уровень. Вторая важная концептуальная идея – это применение в решении задач и в организации, самое главное, повторения учебного материала метода укрупнения дидактических единиц, который был разработан элистинским методологом математики Пюрвей-Мучкаевичем Рдниевым. Метод этот базируется на том, что мы в рамках одного ограниченного во времени занятия рассказываем ребятам о вещах, которые могут быть логически достаточно разнородны, но обладают некоторой информационной общностью. Благодаря этому удается создать более объемный стереоскопический образ изучаемого объекта. Ну вот, развитие метода укрупнения дидактических единиц – это активно использованный нами в книге метод решения так называемых модифицируемых многопараметрических задач. То есть это задачи, в которых действительно много параметров, причем 2-3 из них задано, а штук 15-20 надо найти. После того, как эта задача решена, мы циклически известные и неизвестные величины меняем местами, в результате у нас получается целое семейство задач, и вот реализуется как раз вот та самая идеология укрупнения дидактических единиц, о которой говорил Рдниев. Наконец, обращение к проблемному методу. Ну вот книга наша в подзаголовке к названию книги говорится, учимся решать задачи и повторяем теорию. То есть мы идем не традиционным путем, когда в первоначальном изучении вначале осваивается теория, а потом она применяется к решению задач. А мы сразу формулируем задачи, по мере решения которых возникает необходимость в той или иной теории. И по мере этой необходимости данная теория извлекается, формулируются теоремы, доказываются, даются определения, выводятся формулы и так далее. Ну и наконец, есть еще такой шутливый математический принцип, принцип чайника, о котором мы также рассказываем. Это принцип сведения той задачи решать, которую мы хотим сейчас, к той, которую решали ранее, то есть которую решать уже умеем. Вот все эти идеи здесь достаточно подробно изложены, показано, как ими можно воспользоваться в работе по организации систематического повторения. И, в общем, опыт применения этой книги показывает, что она дает положительные результаты. Ну а более подробно мы это расскажем в рамках наших вебинаров. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует...